Всем привет, друзья! Вы на канале Гансов Гори от А до Я. Меня зовут Влад. На моем канале множество различных видео по данной игре, которые вам помогут играть и развиваться. Если ты впервые смотришь мое видео, обязательно подписывайся на канал. Я снимаю как образовательные видеоролики, так и видеосражения под красивую музыку с красивыми интересными вставками. Итак, как же играть в Великую Компанию Альянса, если у вас она первый раз? Если вы первый раз играете в данную компанию, на самом деле все очень просто. То есть вот у нас здание, сокровища. Во-первых, вы должны быть зарегистрированы. Дальше у вас есть ваше здание с сокровищами и есть вражеские королевства. Они находятся вот тут. Вот. Там тоже есть сокровища. На что смотреть в первую очередь? То есть на количество сокровищ. Вот смотрите, да. Когда начинается старт, оно у всех одинаковое. Дальше. У кого больше сокровищ, у того идет больше прирост. Сейчас я покажу это в другом окне. Также есть личные очки. Вот смотрите, мы переходим. Великая Компания Альянса. И смотрите, прирост. То есть полторы миллиона очков, да. Так, не полтора. Ну да, полтора миллиона очков. Смотрите, прирост 302 в минуту идет. Это самый большой прирост. Смотрите, чем меньше очков, тем меньше прирост. Вот смотрите, сокровищ точнее. Вот 350, 71 прирост. Вам нужно ориентироваться на этот показатель. Чем больше у вас сокровищ будет, и больше их вы будете защищать, тем у вас будет больше прирост очков, и вы будете выходить на первое место или отрываться от своего соперника. Вот смотрите, 500, тут уже 106, то есть прирост идет по 450. Многие заметили, на Великой Компании Альянса есть два похода. То есть это дает питомец. Это дает питомец, черный кот. А сейчас я вам покажу питомца. То есть какие питомцы вообще надо использовать? Желательно в походе. Это Великая Компания Альянса, это черный кот. Его талант открывается. Вот смотрите, третий талант Великой Компании. Черный кот, короче, не подчиняется правилам, то что Великой Компании есть один поход, и можно отправить второй поход. То есть один поход вы делаете с черным котом. Один поход вы делаете, закрыл питомцев, да. Один поход вы делаете с мистер Белый Кролик. То есть вот этот вот. Почему он? Потому что у него есть талант, и он увеличивает, то есть повышает добычу, скорость увеличивает сбора сокровищ в здании. То есть не только для вас, ну и для всех членов Альянса, которые находятся в этом здании. Что еще очень важно Великой Компании Альянса? То есть не теряйте армию. Если у вас там небольшой замок, и вы знаете то, что вас может пробить, вы просто делаете кооперации на врага, и прячете свою остальную армию на час. Так же можно грабить, не обязательно там грабить целым походом, можно грабить одним коняшкой. Или одним, ну одним солдатом, одним воином. Это самое прям такое важное Великой Компании Альянса, потому что когда враг он есть, один допустим сильный, да, в Альянсе, и вы его бегаете по всем зданиям, по одному воину там, просто замахиваете, когда он сдастся и грабите. Тем самым вы добываете. По поводу прироста. При грабеже у вас личные очки быстрее накапливаются, нежели при том, то что вы находитесь в защите. В защите очки накапливаются медленнее. Также самое еще важное, то что чем больше у вас войск в здании, вот вы допустим всеми вместе пошли, да, в одно здание, собрались там кучкой, включили мегу, или там просто сидите в одном здании, у кого будет больше прироста очков. То есть все зависит от количества армии. Чем выше армии будет в вашем здании, в здании вашей армии, тем больше у вас будет прироста. Если вы там отправите одного коняшку, то, считай, добывать вы почти практически ничего не будете, потому что у вас есть соклановец, который отправит туда целый поход, и в основном все очки он будет забирать. Руда будет грабиться, но лучше грабить разные здания. Также есть еще помимо личных наград Великой Компании Альянса, сейчас я открою, покажу вам, вот личные награды, вы тут забираете их, дается материал, вы выкупаете на рынке, да, вот эти вот предметы. Что вам тут выкупать? Выкупать вам тут нужно оружие стражей, вот этого питомца, книжечки, и материал, материал, вот этот вот материал. Желательно, конечно, еще шестеренки, но это если вы будете просто все выполнять. И также есть еще одни награды, они даются в конце по местам, то есть за первый ранг 6 золотых сундуков, дальше идут в золотых вот этих сундучках, самых топовых, находится черный кот, то есть фрагменты черного кота. Желательно занимать первые места. Обычно распределяют как, то есть вот тут вот есть человек, ему первое место, ему там золотой, следующий золотой, следующий золотой, и так вот по порядку, у кого там кто на последних местах, тем достается плохие сундуки. То есть если вы проявляете активность, то вот так вот. Также могут распределять, распределять, ну распределяет только R5, он может распределить как захочет. То есть это как у вас в альянсе введено, так в принципе и будет распределяться количество, то есть подарки, которые вы получите. В принципе я вам все рассказал. Еще расскажу про небольшую тактику, то есть это просто не мой замок, не мое королевство. Мы используем всего два здания. Мы усносим в самом начале прям башни, мы отстаем по количеству очков прям в самом начале, ну мы потом грабим, и то есть у нас есть крепость, и штаб так проще защищать. Ну это вот у кого есть там допустим хороший сильный топ, и вы знаете, что он может там отбить одно-два здания, вам лучше оставить одно-два здания. Мы с такой тактикой в принципе берем очень часто первые места. И обязательно не забывай про телеграм-чат, у нас тут уже 159 участников с различных королевств, где можно просто пообщаться или задать им также вопросы по игре, вам обязательно помогут. В нашем телеграме есть игроки, которые играют менее трех месяцев, и также игроки, которые играют более одного года и выше. Для перехода в телеграм-чат, ссылочка будет в описании под видео, на вот этот вот канал закрытый. После в закрепленном сообщении будет ссылочка на группу, где ты можешь попасть в телеграм-чат, который открыт и общаться.